Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Автор этих строк Михаил Юрьевич Лермонтов. 365 лет назад, когда на этом месте стояла Саранская крепость, управлял городом и уездом прапрапразед великого русского поэта и драматурга Петр Юрьевич Лермонт. Все они потомки еще одного поэта Барда Томаса Лермонта, жившего в 13 веке в Шотландии. Отец Саранского воевода Георг, а в православии Юрий Андреевич во время русско-польской войны был взят в плен войсками Дмитрия Пожарского. Затем перешел на службу к Михаилу Федоровичу, русскому царю. Петр Лермонт в 1653 году крестился, принял православие и стал капитаном в полку Даниила Краферта. В начале русско-польской войны за Украину на 1654-1667 году Петр Юрьевич Лермонт получает небольшое ранение, отличается в одной из битв, отправляется и на воеводство в Саранск. Совершить путешествие в 17 век мы с вами не можем, а вот прогуляться там, где некогда стоял Саранский Кремль и палата воеводы, вполне. Наш гид Дмитрий Фролов, главный специалист по бунтажному веку в городе, ведет нас по фонтанному спуску. Одна из центральных улиц, здесь между мэрией и главным фонтаном, стояла Спасская башня с двуглавым орлом. На месте митрополии два собора – Знаменский и Спасский. Примерно вот здесь, на месте здания архитектора Захарова, находилась приказная изба, а, видимо, дальше, туда, к угловой, к наугольной башне, находился двор государя, где живут воеводы. Это были деревянные двухэтажные хоромы. Ученым известны не все имена местных воевод 17 века, чуть больше 30 человек. Архив приказа Казанского дворца сгорел, а вместе с ним большая часть исторических документов. Но предок великого русского поэта – личность особая. В 1656 году отразил достаточно крупный набег нагайцев. Нагайцы, как сказано из документов, хотели вал и крепости по черте разметать и далее идти вглубь российского государства, чтобы грабить и, конечно, угонять прежде всего в полон. Вот этот набег был отбит. За два с небольшим года на воеводстве с конца 1655 по 1658 Петр Лермонт еще и помог крестьянской Мордве восстановить документы на владение землей. Алена Воскалева, Максим Прохоров. Наш Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова